Всем добрый день, на связи Александр Янюк и команда ТВТ Эксперт. Сегодня будет короткий обзор фьючерсного рынка, погнали. Американский доллар продолжает свое укрепление, немножечко корректируется за этот день, но в целом мы видим, что достаточно плотно его выкупают лимитные покупатели. То есть маркет-продавцы давили-давили в целом, но цену особо-то не изменили. Поэтому американский доллар с большей вероятностью продолжит болтаться в каком-то боковике. Может даже мы увидим небольшое снижение. Рассмотрим только самое интересное. По европейской валюте стоит отметить то, что у нас, во-первых, произошел огромный отскок, прям достаточно серьезный, и это все происходило на положительной кумулятивной дельте по объему. Лично для меня это означает, что закрывали шорт-позиции. То есть частично закрывали свои шорты и открывались лонги. Вот. Судя по сот-отчетам, позиция хеджеров, она из чисто шортовой минус 196 тысяч контрактов уменьшилась до минус 173 тысяч контрактов. И если мы посмотрим чисто на сам отчет, то мы увидим, что 11 тысяч контрактов купилось и 11 тысяч контрактов шортов было закрыто. Это и дало такой огромный буст. Это уже большой плюс в пользу того, что евро будет с большей вероятностью двигаться вверх. Лично мое мнение такое, что закрыть все шорты не получится в любом случае. То есть перевести чистую на эту позицию в лонг не получится, но они будут как минимум пытаться. У нас будет заседание ЕЦБ на этой неделе. Завтра ставку, конечно же, никто менять не будет, но есть высокие шансы на то, что Европа пойдет по пути Австралии и тоже увеличит объем выкупа активов. Может быть не на постоянной основе, может быть как раз вот эти моменты, когда нужно выкупать, чтобы удерживать доходность по облигациям, чтобы не давать инфляции расти. Вот именно таких решений ждут инвесторы от Европейского Центрального Банка, поэтому волатильность будет и именно на этой волатильности мы можем увидеть дальнейшее небольшое снижение. На этом снижении участники рынка будут продолжать закрывать свои шорты и это будет давать хорошие импульсы вверх, хорошие возможности для того, чтобы заработать на коррекциях вверх. Но пока что разворота по европейской валюте я не вижу. Пока что все двигается в сторону 1.18 и 1.17. Швейцарский франк. Аналогичная история. Здесь также хочу отметить, что у нас достаточно агрессивно выкупаются любые просадки. Мы до этого с вами смотрели, что достаточно агрессивно рыночные покупатели заходят в рынок. Причем практически везде есть дивергенция кумулятивных дельт. Это очень сильный сигнал. Плюс, если смотреть на соточеты, то по швейцарскому франку хеджеры чисто открывали лонг на предыдущей неделе. Поэтому лично для меня это хороший повод тоже присмотреть себе лонг. Но учитывая то, что на текущий момент у меня нет возможности сидеть и выжидать качественную точку хода внутри дня, я решил воспользоваться опционными конструкциями. То есть здесь банально купить кол. Поэтому по швейцарскому франку лично я жду возврата к уровню как минимум объема это сентябрь 2020 года, либо к справедливой цене 1.11. Достаточно серьезный швейцарский франк снизился за последнее время. Техническая коррекция как минимум будет. Плюс, если посмотреть на соточеты накопительные, мы увидим, что хеджеры достаточно агрессивно набирают лонг, начиная с начала года. У них минус 20 тысяч контрактов было и на текущий момент минус 6 тысяч контрактов. То есть они уменьшили свою позицию в 3 раза. Шортовую за счет того, что открывают новые лонги. Частично закрывают шорты, но в основном открывают лонги. По австралийцу тоже интересный момент. Интересный момент на дневном таймфрейме. Сейчас он подгрузится. Пока что японская иена. Аналогично. Тоже интересный момент. Интересный момент в чем? Судя по соточетам, огромное количество лонгов было открыто на предыдущей неделе. То есть все это падение принимали на себя лимитные покупатели. И как раз таки кто? Хеджеры. Здесь дивергенция продолжает развиваться. Поэтому опять же лонг сценарий. Дожидаться пинбара, либо высматривать его я не смогу. Поэтому коллапсо по японской иене. Жду как минимум возврата к вот этому уровню. Это у нас уровень за декабрь 2020 года. Достаточно большой потенциал движения существует здесь. Ну посмотрите, огромная дивергенция кумулятивных дельт. То есть накапливается энергия для дальнейшего движения. Плюс большое количество объема проходит как раз таки со стороны профессионального капитала. Вот посмотрите насколько быстро растет позиция хеджеров. Так, по японской иене все окей. По австралийскому доллару. На что хочу обратить внимание на то, что зажали цены. Прямо зажали серьезно. Вот в этом диапазоне. Не пускают ни вверх, ни вниз. Посмотрите на кумулятивную дельту по объему. Здесь пытаются выкупить актив, инструмент. Здесь пытаются удержать цену от падения. Но на валюте чаще всего вот такие удержания заканчиваются тем, что цена проваливается еще сильнее. Поэтому будьте аккуратны с среднесрочными покупками по австралийскому доллару. Здесь вроде как восходящий тренд. Все отлично. Но не стоит, по моему личному мнению, здесь не стоит накапливать лонг позицию. Плюс если мы посмотрим сот отчеты, то они опять же указывают на то, что хеджеры увеличили свою шортовую позицию еще больше. То есть вот здесь они немножечко ее наращивали. А вот дальше просто сокращали. Извините, вот здесь шортовую позицию сокращали. А вот здесь дальше идет наращивание шорт позиции. Поэтому с целями 0.72, 0.71 мы можем в ближайшее время встретить австралиец. Британский фунт. Но по австралийцу пока не берусь брать шорт. По британцу аналогично, как и по австралийцу. Все говорит о том, что снижение будет продолжаться с большей вероятностью. Но пока что я без позиции в британце. Так, по валюте вроде как все. По канадцу там особо сильно ничего не изменилось. То есть сот отчеты говорят о том, что открывали больше в шорт. Хочу сказать вам сразу по поводу открытого интереса. Если будете смотреть, то он практически на всех валютах снижается. Очень быстро, очень активно. Это все связано с экспирацией, которая произойдет 16.03. Так, проверим все ли хорошо. Со звуком и с картинкой. All right. По валютам у нас по корреляции топчик. Это британец. Аутсайдер это японская иена и швейцарский франк. Причем по ним обоим достаточно хорошие сигналы на покупку проходят. Много факторов. Нефть. Нефть вот здесь. Вот тут меня выбило. Есть на самом-самом пике. И я думал, конечно же, что это будет хайп. Дальше цена не пойдет. Но понедельник открылась чуть подороже. И я решил потратиться немного на покупку путапциона. Но покупать путапцион по фьючерсу на нефть. Это чуть-чуть дорого для меня как-то. Поэтому я решил воспользоваться ETF-фондом, который инвестирует в фьючерсы на нефть. Это USO. Он у нас есть в платформе. Сейчас подгрузится. Аналогичная динамика. То есть отличие может быть на процент, на 2. Но в целом с ноября по текущий момент нефть выросла на 79%. Этот ETF вырос на 76%, если не ошибаюсь, процентов. Но это я также связываю с тем, что... Вот. С ноября. Аналогичная динамика, как и по нефти. Я связываю небольшую раскорреляцию в том, что ETF-фонд все-таки несет какие-то потери за счет ролирования фьючерсов. Поэтому и чуть-чуть меньше вырос. Это нормально. Это нормально. Но зато здесь путапционы чуть поприятнее покупаются. Да. Дальше. Значит нефть. У меня шорт-приоритет остается. Попробую последнюю попытку за счет опционов. Если не получится, ну ладно. Тогда окей. Был не прав. С большей вероятностью цена, скорее всего, и дальше будет двигаться вверх. Будем смотреть. По золоту. Красивая ситуация произошла на дневном таймфрейме. Давайте мы тоже золото включим. Здесь у нас, судя по сототчетам, идет разворотик. По золоту в целом мне нравится ситуация. И за счет того, что облигации перестали падать, это уже плюсик. Второе. Идет плавный набор позиций со стороны лимитного покупателя. Вот этот последний пролив. Вот здесь удержали цену. Да, посмотрите. Большой объем внизу. И плюс хеджи, они активно сокращают свою шорт-позицию в последнее время. И сократили уже ее на треть. Поэтому есть все шансы на то, что золото в ближайшее время вернется к отметкам 1800-1900. Цели среднесрочные. Посмотрим, как они будут себя отрабатывать. Но на небольшой колл-опцион я себе уже взял. Опять же, не на само золото, чуть дорого для меня. А вот на фонд, который инвестирует в золото. Биткоин. Есть. Да. Говорили о том, что биткоин дойдет к отметке 54. А вот как раз на этой отметке сложно ему будет дальше двигаться за счет того, что лимитное сопротивление очень плотное. И учитывая то, что новых драйверов нет, учитывая то, что новых катализаторов движения тоже у нас не было, то биткоин остается торговаться между лимитным сопротивлением и лимитной поддержкой. И вот это очень отлично себя отрабатывает. Пока что по биткоину дальнейших мыслей нет. Не успел я проанализировать, что там, как там. Но то, что лимитное сопротивление вот здесь устояло, это супер. С большей вероятностью, с большей вероятностью мы увидим откат. Вот эти плавные движения, они указывают на то, что идет большое распределение объема. То есть много-много продают. Мы плавно перебиваем каждый хай. Это означает, что тенденция вверх не сильная. Но и лоу мы практически не перебиваем. Либо чуть-чуть, либо вообще не перебиваем. Здесь опять же, по моему мнению, разгрузка позиций. И последнее, это у нас фондовый рынок. Хочу обратить внимание, во-первых, на соотчеты по Насдаку. Как они четенько перевернулись. На вот этой коррекции, на вот этом падении. То есть, если до этого у нас хеджеры удерживали минус 22 тысячи контрактов, то на текущий момент плюс 27 тысяч контрактов. Очень-очень быстро, достаточно быстро перевернулись. Объемы небольшие, я согласен. Но в целом, очень интересно смотрится. И Доу Джонс, на секундочку, обновил фьючерс на Доу Джонс. Обновил исторический максимум на фоне всей этой эпопеи. С падением, с пакетом помощи, который приняли. В целом, хочу обратить внимание также на то, что хеджеры практически по всем фьючерсам, они нарастили свою лонг-позицию. Причем, по некоторым, очень-очень сильно. Например, по Доу Джонсу, либо по тому же Насдоку, либо по Расселу. Открытый интерес снижается как раз за счет того, что скоро будет большая экспирация. Я считаю, что к этой экспирации цену особо двигать никуда не будут. То есть, мы останемся плюс-минус на этих же значениях. Викс, внизу его достаточно серьезно подбирают. Мы видим, что скопление объема каждый раз вот внизу-внизу. И поэтому я считаю, что плюс-минус мы по... Ну, никто не закладывает того, что там будет супер какое-то движение. Викс падает, да? Поэтому никто не закладывает, что будет суперкоррекция. Конечно, это может быть неожиданно, но пока что все идет по плану. Пакет помощи принимается, деньги будут раздаваться, деньги будут дальше печататься. Все вроде отлично. На этом все. Я спасибо вам за то, что были здесь сегодня со мной. Благодарен вам за это. Всем хороших торговых будней, хороших выходных. До встречи уже на следующей неделе, понедельник. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok